Sony Computer Развлечение Подарок Производство Ambrook В Содружестве с Polyphony Digital Документальный фильм Создание Водителя Gran Turismo это не просто игра, это гоночный симулятор Связь между игрой и реальностью настолько близка, что разработка последней игры GT4 Prologue Была бы невозможна без реально проведенного времени на трассе Kazunori увлечен машинами и управление быстрой машиной на открытой трассе это круче всего Они самое красивое, что есть в промышленности Машины обладают естественным обаянием, а управление машиной это чистое удовольствие Так что мы сосредоточились на воссоздании их без зацебятины Это возможно и есть ключевая особенность Gran Turismo Выдерживать во всем реализм Команда Kazunori, создавшая Prologue в Polyphony, сегодня имеет шанс повеселиться и узнать больше о балансе и управлении настоящей машиной Сегодня наша команда будет проводить исследования о том, как работают системы контроля стабильности в настоящих машинах Но я буду просто счастлив, если к концу дня этот опыт разожжет в команде желание создавать гоночные игры Наша задача – это передать радость от вождения машиной через виртуальный мир И так как мы создаем компьютерные игры, очень важно, чтобы все прочувствовали удовольствие от практического вождения настоящих машин Тамаказу Муразе, Ауди ТТ Набаюки Цунода, Лотус Эсприт Коджи Ташира, Фиат Барчетта Тадаши Тирошима, БМВ М3 Как и в прологе игры, сегодняшние гоночные тесты очень важны для всех Чтобы изучить настоящую физику машин и понять, как управлять ею, когда ты гоняешься на пределе Токио находится в самом сердце японской автомобильной культуры Поброди по закоулкам центра и ты найдешь тюнинг ателье, выпускающий сверх мощные тачки О которых бредят и пускают слюни автолюбителей маньяки мощности по всему миру Этот фон из быстрых тачек, клевых баров и небоскребов, подсвеченных неоном, является вдохновением и домом для полифоников Это сердце Гран-Туризма и пункт управления для Казунори и его команды, которые работают круглосуточно, чтобы создать лучшую в мире гоночную игру Философия создания Гран-Туризма была простой Я просто создавал игру для себя, чтобы она подходила мне Я понятия не имел, что будет такой успех Я просто надеялся, что найдутся в мире и другие люди, кому игра тоже понравится С момента запуска в 1997 Гран-Туризма продалась тиражом в 35 миллионов копий по всему миру Что сделало ее не только самой продаваемой игрой, но также самой быстро распродаваемой Хотя это и заняло у автопроизводителей много времени, чтобы охватить эту новую медиа-возможность Теперь они обивают пороги, чтобы их машины были воссозданы в 3D для возможности глобального теста Ключом к успеху стал физический движок, который повторяет вес и динамику каждой машины И для Гран-Туризма 4 Prolog стал еще лучше Физический движок, который был представлен для GT4 Prolog, абсолютно новый И это первое настолько масштабное обновление со времен первой части Гран-Туризма, вышедшей в 1997 году Эти улучшения приблизили ощущение от вождения гораздо ближе к реальности Возможность научиться водить в реальности, используя виртуальный мир Гран-Туризма, была и раньше Но теперь, я думаю, и фанаты, и профессиональные гонщики могут научиться гораздо большему благодаря игре Вы можете научиться настоящему вождению, играя в Гран-Туризма И сейчас с прологом я могу сказать это с уверенностью Я действительно так думаю Однако шедевры как Гран-Туризма ты не создашь, заперевшись на складе где-нибудь за городом Ты должен впитывать окружающую культуру и внешнее влияние Тусоваться со знаменитостями и говорить о турбонадуве и прижимной силе Как и в реальности, чтобы быть быстрым и иметь победные времена на круге Для начала ты должен научиться основам управления машиной на гоночной трассе И вот для чего у нас есть GT4 ProLog К тому времени, как ты пройдешь все гоночные задания Ты овладеешь всеми нужными навыками, чтобы гоняться быстро как в виртуальном, так и в реальном мире Ты поймешь важность плавного управления машиной, выбора правильной траектории в поворотах И на автомате будешь предотвращать скольжение, ведущее к аварии Без опыта невозможно быстро пилотировать на треке Поэтому водитель должен шаг за шагом постигать искусство вождения Для начала вы должны понять механику работы машины А уже после вы сможете сопоставить ваши ощущения от того, что происходит с машиной, ее физикой Одна из самых важных вещей, это чтобы вы управляли машиной плавно, легко и аккуратно Когда водитель достигает скользкой части, там есть металлическая пластина, встроенная в поверхность асфальта И есть сенсоры, измеряющие скорость приближения автомобиля Если грубо, около 40 км в час для обучения И вот когда машина проезжает по пластине, пластина дергается, отправляя вас в занос А задача водителя попытаться избежать разворота На дорогах общего пользования занос часто становится началом аварии И тем, чего стоит избегать, в то время как на гоночной трассе, будь ты хоть опытный водитель, едущий на пределе Либо новичок, совершающий ошибки Занос и скольжение твои постоянные спутники Важной частью является научиться, как справляться с заносом Будь то корма машины, скользящая из-за избытка Или нос, теряющий сцепление из-за недостатка поворачиваемости И лучшее место, чтобы этому научиться, это скользкая площадка, на которой полно места для ошибок Чем больше ты тренируешься удерживать машину в заносе Тем более подготовленным ты будешь к гоночному треку И, возможно, отлавливание скольжений станет твоей второй натурой Поначалу тебя будет много крутить Но однажды, овладев техникой, ты будешь способен пустить машину в управляемое скольжение И это более чем полезное умение Это одно из лучших ощущений, да и выглядит это достаточно круто Ничто не выглядит так же круто, как раллийный гонщик мирового класса, проходящий поворот в управляемом заносе Это как автомобильный балет Пилоты Формулы-1 испытывают огромное уважение к профессиональным пилотам ралли Не в последнюю очередь, потому что почти каждый раз они гоняются так, что все может закончиться плачевно Так что если лучшим кольцевым гонщикам трудно овладеть раллийной техникой То, возможно, лучше сначала обучиться более устойчивому миру вождения на треке Пустая гоночная трасса это рай, место, где ты можешь отпустить себя Нет полиции, нет камер и нет риска лишиться прав Чтобы быть быстрым на треке, а быть быстрым ты должен, чтобы выиграть гонку Тебе надо выучить основы Поначалу ты не поверишь, сколько пространства у тебя есть Пока все не пойдет наперекосяк и ты не обнаружишь, что места больше нет и ты летишь прямиком в стену из покрышек Так как ты разложился, ты узнал основы законов физики, применимых ко всем машинам И тебе придется их понять, чтобы использовать в своих интересах Вольсваген Лупо GTI 125-сильный переднемоторный милаха Он легкий, но у него нет крышесносной мощности Поэтому он не так быстр И у тебя будет искушение разгуляться на нем как следует и повеселиться Это весело, но не очень быстро, расслабься и пользуйся той мощностью, которая у тебя есть У Mercedes SL 493 грохочущих лошадиных силы прямо перед твоим носом и почти 2 тонны веса Это почти двойной вес лупа Это целый штабеля покрышек, горящий прямо под твоей правой ступней Но так как это массивный зверь, ты должен управлять SL вдумчиво Бездумно бросай его, ты лишь оттянешь время до неприятности У Lotus Ellis всего 118 лошадей, что звучит не очень мощно для поездок по магазинам Но зато вес у него всего 725 кг, примерно такой же, как у магазинной тележки Он среднемоторный, что делает его великолепно сбалансированным и отлично рулящимся Но он короткий, поэтому легко уходит в занос, так что если попадешь в неприятности, тебе понадобится молниеносная реакция, чтобы отловить его Великий Айртон Сена приложил руку к разработке Honda NSX Выточенного из алюминия для облегчения веса и оснащенный 3,2 литровым V6 мощностью 276 лошадей Установленный у вас за спиной NSX раскручивается до 9000 оборотов в минуту и звучит просто фантастически И, наконец, Nissan 350Z Переднемоторный, заднеприводный, такой же, как и SEL, но без его веса Гоняться на Z-ке чистое веселье Она отлично сбалансирована и великолепна для дрифта Да еще и выглядит роскошно Первые выехав на гоночную трассу, ты только и будешь думать о том, как бы побыстрее проехать и впечатлить своих товарищей быстрым кругом Как правило, ты будешь управлять вот так С большими раскачиваниями руля и резкими движениями Стараясь сохранить контроль и веря в то, что ты поставишь быстрый круг Большая ошибка Просто сконцентрируйся на плавном управлении и ты даже не заметишь, как начнешь улучшать свое время круга Это то, к чему ты должен стремиться Наш профессиональный пилот успокоился и теперь делает все правильно Это мог быть твой дедушка на пути в газетный киоск Нет лишних движений, нет суеты и он быстр Так что управляй плавно, это проще паренной репы Теперь, когда мы усвоили искусство плавного управления, нам нужно понять, что такое гоночная траектория Эта траектория – самый быстрый путь по гоночному треку Когда гонщик говорит об изучении трека, он имеет в виду, что работает над поиском правильной, естественной траектории В каждом повороте есть точка, в которой ты должен повернуть машину в изгиб Зафиксировать апекс и точку выхода из поворота Казунори говорит о гоночной траектории, как о вещи, которую машина определит сама Всякий раз, когда я гоняюсь по трассе, мое внимание сосредоточено на спокойствии и плавности Моя цель – это плавный круг, всегда Секрет быстрой езды в том, чтобы дать машине ехать туда, куда она хочет, не бороться с ней Гоночная траектория – не всегда геометрически эффективная траектория Скорее, это траектория, которой следует машина, когда вы позволяете ей вести вас Траектории будут естественными, если вы последуете за машиной Быстрый круг не означает, что нужно гнать везде Будут моменты, когда тебе нужно ехать медленнее в одной секции, чтобы быть быстрее в другой Вот чему тестовые задания учат тебя в прологе Здесь, на настоящей гоночной трассе, абсолютно то же самое Освоил задание в Гран-туризма Освоил его и в реальной жизни Одна из самых важных вещей – это вставать на газ как можно раньше на выходе из поворота Чем раньше ты встанешь на газ, тем быстрее ты будешь напрямой Инструкторы гоночных школ называют это медленный вход, быстрый выход Попробуешь привозить в первую фазу поворотов слишком много скорости И ты окажешься слишком широко, за пределами трассы И тогда ты в беде Теряешь много скорости, машина не хочет правильно позиционироваться для атаки следующего поворота В результате ты теряешь кучу времени, весь круг запорот И все потому, что ты был слишком быстр ни в том месте, ни в то время Даже если ты годами ездил на обычных дорогах, когда ты начнешь упражняться на треке Ты не поймешь по-настоящему силы, влияющие на машину, когда она несется на гоночных скоростях Энергия, которую создает машина, когда мчится на скорости, может легко выкинуть тебя с трассы Как выясняет этот из полифони В общем, такие тесты могут быть одновременно и веселыми, и классно изучающими разные повороты Поняв однажды эти силы, они могут поработать тебе на пользу И слалом как раз хорошо это проиллюстрирует Цель здесь в том, чтобы проехать путь за наименьшее время, не задев при этом ни один конус Это выглядит просто и не очень подходящим для быстрого вождения Но если ты так думаешь, ты очень ошибаешься Фишка в том, чтобы дать машине плыть и устанавливать ритм Как видишь, чтобы добиться этого, гонщик отпускает газ во время объезда конуса Затем он снова на газу до следующего ряда конусов Бросание газа переносит вес машины вперед и помогает поворачивать Снаружи движение машины должно обладать грацией чемпиона по горнолыжному слалому Теперь посмотрите, что происходит, когда гонщик атакует, не думая Просто пытаясь проехать как можно быстрее Машина взбесилась, и он потерял ритм Но хуже всего то, что это отняло на 50% больше времени, чтобы пройти трассу Не имеет значения, насколько хороша твоя машина или твой уровень как водителя Тебе нужно быть сконцентрированным по ходу всех тестов Иначе ты вымотаешься и тебя развернет Даже Казунори на потрясающем Mitsubishi Evo 8 с постоянным полным приводом выяснил, что слалом может его подловить Это действительно как сон Я получу возможность управлять машинами, о которых я читал в журналах Которые я не могу себе позволить Но все же я здесь, и на месте водителя, и получу возможность испытать и по-настоящему выяснить все возможности этой техники Чего не получится сделать в общественном месте, не будучи оштрафованным на огромную сумму и не лишенным своих прав Одна из вещей, которую я понял, как делается, было в машине, едущей на скорости 200 км в час Это было довольно захватывающе, иметь возможность тормозить так поздно до полной остановки Этот опыт был по-настоящему поучительным Это одно из заданий пролога, воссозданное в реальности Звучит это нелогично, но чтобы ехать быстро, тебе нужно освоить торможение Это задание учит тебя, как тормозить жестко, при этом плавно и точно У неопытного водителя грузовика есть склонность тормозить слишком мягко и слишком поздно Просто представь, что пока твоя машина сбивает конус, ты пытаешься повернуть в поворот Тебе нужно планировать торможение, находить ориентиры по сторонам трассы Это могут быть знаки, мосты или трибуны На большинстве трасс есть таблички с указанием расстояния до каждого поворота Что сделает планирование еще проще Без планирования ты точно потеряешь контроль, а точность требуется Профессиональный пилот сначала будет тормозить жестко, а потом аккуратно начнет отпускать тормоза, чтобы избежать скольжения Как только ты усвоил основы поворотов и торможения в кольцевых гонках, пора столкнуться со сложнейшим испытанием Раллийным спецучастком Это типичная картина для действующего раллийного гонщика и подавляющая, даже для храбрейших и быстрейших гонщиков Формулы 1 Весящий чуть больше тысячи килограмм Mitsubishi Evo 7 группы N Как и большинство современных раллийных машин, у него постоянный полный привод в сочетании с тремя дифференциалами, управляющими разделением крутящего момента Что для нас с тобой означает независимую подачу мощности к каждому колесу Оснащенный двухлитровым турбированным двигателем, он развивает мощность до 300 лошадиных сил, способен разогнаться до 225 км в час и должен разогнать тебя до 100 км в час по этой Уэльской долине всего за 5 секунд Когда ты наблюдаешь на спецучастке за молодым отчаянным скандинавом, несущимся в скольжении всеми четырьмя колесами, термин плавный как-то даже не идет на ум Тебе просто хочется запрыгнуть в тачку, втопить газ в пол и только слышит рев мотора и огненные выстрелы светового ружья Но чтобы быть быстрым на грунте, тебе все-таки придется работать над плавностью Хотя это может смотреться так, как будто ты герой ралли, мелькают только руки и локти, но все же он старается делать минимум движений Чтобы понимать указания штурмана и понимать дорогу впереди, раллийному гонщику нужны компьютерные мощности НАСА в сочетании с координацией танцора Все дело в том, чтобы быть самому готовым к тому, что впереди и подготовить машину к этому Раллисту приходится работать больше, чем кольцевику, у которого больше отзывчивость управления и переключение передач Но его движения должны быть как плавными, так и просчитанными Быстрая езда на раллийной машине – это перетекающее динамичное управление Топовый раллийный гонщик имеет невероятный уровень управления машиной Он чувствует, что под ним происходит с машиной, смотрит на покрытие перед собой и предвидит каждую кочку и ямку, воздействующую на машину Это урок по концентрации Если у тебя трудности с управлением машины, значит ты не работаешь с ней Все происходит очень быстро и тебе нужно думать наперед, что бы ни было за следующим поворотом или за следующей горкой Ошибка на гоночном треке стоит просто нескольких десятых с времени круга Даже при больших экскурсиях по траве или гравийной ловушке не обязательно приведет к сходу с гонки Однако в ралли пространства для ошибки меньше Похоже на ходьбу по канату Всего несколько метров в сторону и ты влетишь в пень, булыжник или еще хуже Улетишь в обрыв А это прощай победа, привет горные спасатели Так что будь то лесной спецучасток Уэльса или виртуальный в Гран-Туризма, это одно и то же Как обычно, будь плавным и не поджарь мозги слишком быстрой ездой Я купил спорткар из-за GT И когда я тестировал машину в реальности, а потом играл в Гран-Туризма, это было совершенно одинаково Где бы ты ни гонял, в виртуальном или реальном мире, важны методы Тебе нужно улучшать навыки и учиться на своих ошибках И Гран-Туризма лучший способ сделать это Некоторые могут сказать, что GT гоночная игра, но я с ними не соглашусь Я бы сказал, что ее название правдивое, и это действительно симулятор вождения К тому времени, как ты пройдешь все задания в прологе, все, что ты сделал, будет иметь большой смысл Ты станешь лучше, более уверенным и спокойным водителем Ты освоишь навыки быстрого вождения и поймешь, что нужно, чтобы выигрывать гонки Играя в Гран-Туризма, вы захотите себе машину Я повидал много таких людей Это нормально, быть очарованным машинами не только, когда вы играете в Гран-Туризма, но и когда создаете его Неважно, в чем твой интерес в машинах и вождении, Гран-Туризма даст тебе больше Больше опыта, больше развлечений и больше навыков для реального мира Директор Крис Хук Сцеп-продюсер Джейсон Фиджеральд Амбрук Сони компьютер развлечения 2004 года Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok